итак ребят всем привет мы сегодня начинаем свой коп с прогулки пешком машину мы бросили на заднем плане сегодня состав нашей компании трио сергей рустам и я серега взводе серега здорово в общем идем на ногах у нас уже такое отвратительное жидкое как от серы называется жидкая но не теплая серый говорит в общем нам придется натоптать в порядка около километра по грязюке потому что да ух ты это точно хорошо что мы здесь не поехали то папа у меня были все у меня ботинки всасывает в грязь и вообще жесть в общем идем мы на наш зимний шурф адский шурф я уже озвучил что тяжелый шурф ребята приходится первый слой долбить кирькой а ты прибором махать ребята наконец-то это жесткий шурф и вот смотрите я еще ничего не видел может быть какая-то хрень полная вот но факт том что вот она смотрите итак ребят вы подумайте у вас что-то с экраном с монитором или с телевизором на самом деле это у нас уже совсем темнота русик находится в яме я только что оттуда вылез серёга на верхах прозванивает и вы знаете что сейчас вышло у нас смотрите что смотрите что пробитый правда зараза но это рубль рубль с манисты офигеть год 1800 какой-то он конечно не знаю что за сохран такой но это рубль и ребята это рубль однозначно ну а сейчас ребята небольшой очерк об нашей находке наша радость была недолгой на следующий день монету я отправил на экспертизу и оказалось монета не серебряная а фальшивая вот почему у меня были сильные подозрения прямо на копе и обо всем этом я вам сейчас немножко расскажу наш рубль был изъят из обращения властями и пришита к делу об изъятии вот почему отверстие несимметричную рисунку нашего рубля как это бывает обычно на монетах с манисты в царской россии для подделки серебряные монеты употребляли сплав из олова и сурьмы откуда получилась и русская поговорка не стоит и оловянные копейки чаще всего поделали серебряные монеты так как подделывать золотую ввиду ее тяжеловесности было несравнительно труднее наказание за фальшивомонетчика во всех странах мира было жестоким в темное время средневековье и в европе и в россии фальшивомонетчиков вливали в глотку расплавленный металл преимущество олова из которого они изготавливали свои шедевры позднее стали четвертовать на кавказе и средней азии привязали к лошадям тащили по земле вот и наш умелец возможно попался так как на монете отверстие и сделано именно органами власти полицейскими или даже нашим чиновникам из ведомства по умежеванию интересно был наказан наш фальшивомонетчик надеюсь вам понравилась вот такая история об этом рубле если да проставляем лайк делимся видео а если не подписан подписываемся а сейчас досматриваем видео до конца и сегодня будем его продолжать я уверяю находки там будут классные потому что дом меня заинтересовал тем что мы нашли там фальшивый рубль николая с отверстием который был пришит к делу затем была кокарда кокарда земельного какого-то как он серый называется короче шишка какая-то администрационная и свое время в царское время именно такие люди имели полномочия вести какие-нибудь споры конфискацию и все прочее то есть власть была и походу он именно этот рубль конфисковал из-за оборота пробил его и пришивал к делу у меня такая информация из того что мне эту инфу скинул непосредственно специалист краевед знающий человек и мы вот такой вот версию выдвину так что ладно еще немножко осталось буквально еще метров 300-400 и мы будем на месте так что включимся когда доберемся так что смотрим будет интересно ну что ребята вот за этими вот деревьями уже начинаются именно наше место серёга говорит что вот уже начались вот здесь от фундаменты на дороге я вижу уже сопутка то есть керамика вон кости в общем здесь вот были уже дома кстати вот здесь вот фундамент его нужно будет потом скором будущем тоже проверить и предполагаю что вот фундамент он серёг как раз показывает что здесь тоже фундамент и он не копанный по-моему да вот большой фундамент надо будет его потом проверять есть не копаный ну что ребят дошли мы до нашего шурфа которые делали зимой я не просто так поставил на паузу так как сейчас начнут нас упрекать что за собой не закапываем вы не правы и так ребята напоследок шурфа мы наконец-то закончим но мы сюда обязательно вернемся закапывать мы за собой ничего не будем потому что раскапывать а потом будет проблематично здесь как бы они ходят домашний скот так что ничего страшного если наша ямка останется до следующих выходных мы всегда закапываем по окончанию работы и вам советуем а на этом шурфе был всего-навсего перерыв как вы видите вот этот обломок обломался мы подкатку более под него сейчас будем щупом прощупывать в какую нам сторону идти скорее всего будем продолжать вот сюда начнем с трех сторон сейчас прощупаем чтобы время даром терять в трех и быстро этот шурфа кучем дом еще раз повторюсь был огромный и находки здесь были шикарные я думаю будет продолжаться здесь за серы так что ладно наш лагерь и до пешком дошли лагерь ребята распределили мимо места серёга за шурфил здесь русик продолжает яму у меня же сигнальчик 1 серёга проверяет мой круглый сигнальчик вот он маленький маленький и я предполагаю что это серебро потому что хокки сел такой зеленовато желтый но я ошибся возможно это царская копейка 1 2 сейчас протру на матче и потому что это перчатки не сможет первое ребята первая монета сегодня перчатки я хоть только что сказал уже рустику что будет у него находка 1 1 2 никого 1 2 до 1 2 копейки да не я думал финская такие знаешь были такие но я думал финская 1 2 копеечки ребята год к сожалению сказать не могу но это точно царь николай последний класс 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 зачет поехали дальше там рустик что-то в так возмущается серьезно серёга руки его уже взял ломай пополам ну-ка чё там все время ухты ничего себе смотрите ремингтон ешь твоя налево семнадцатый год ребята если если кто не знает если кто не знает эти патроны поставлялись если не ошибаюсь с америки его ремингтон америка англия вот потому что нам не хватало нам не хватало боеприпасов во время революции и они поставляли вот именно такие вот патроны офигеть целый хорошем сохране семнадцатый год огонь но мы это не берем все мы это не берем и удаляем идем дальше на что ребят наконец-то и рустик свой 0 открыл домовой яме хороший сохранчик 1916 год копеечка николай хороший хороший у нас тут традиция одна завелась молчание после 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 каждой монетки нужно перекурить вот так что мы на перекур ясно мои поздравления ростик и сделал дело азоволь продает по-моему 21 или осталось серионе 21 смотри какое стекло кроскошно это своя че я с надписи еду на золото да золото написано рустик копать в нужном направлении сюда уходить смотрите букву именные йоркин кот ух ты вот это да слушает который в подстаканник именной тонкий в подстакане классно классно чудо вот пойдем пойдем на перекур на берегу пошли на что ребят перебрался я нашу дымовую яму я потихоньку уже засыпаю там уже все присыпал и перебрался встречается керамика вон керамика вон керамика но сигналов цветных так таковых нет но зацепил я один сигнал вот он в камушке я его как бы еще не доставал год год 24 к сожалению к сожалению 24 было бы 25 был бы вообще класс такая монета сохран просто огонь просто класт жалко что не 25 вот такая вот зачетная ладно продолжаем и так ребята за собой мы уже начинаем присыпать шурфик вот такой присыпанный у нас получился вот и на этом наверное будем заканчивать вот такой крестик лепесток на обратной стороне молитва честному кресту такой крест считается как бы женским размер средний 18 19 век вот и все что можно про этот крест сказать пойдет заберем ну что ребят подведем итоги нашего шуфа было несколько гильз и мы отобрали именно гильзы с хорошими донышками это ремингтон одна целая оказалась серега ее смотрите распотрошил ну нам от пули нужно всего на всего донышко то есть как бы все в принципе правильно там он там у нас вот горелый земелька и оттуда серега притащил вот такую двадцатку вот такая вот черненькая двадцать восьмого года был бы ничего но с другой стороны аж поплавилась слегка так ну по монетам смотрите это рустик копеечку поднял 16 года и у меня самая первая находка как обычно земляной дед заманивает быстро буквально в какие-то считанные минуты и копеечка двадцать четвертого года сохранить бодренький пуш мордику несколько конинок было колечко вот такая вот от самовара две пломбы в общем как-то так сейчас сумку полез к себе я там печеньки были и оттуда вылазит вылазит мышь поливая вот с такими вот щеками были надбила блин печеньки наши ну убежал не успел я ее опустошить ладно наверное сейчас будем возвращаться как говорится уже солнышко подходит к своему завершенную вот на солнышко садится за горизонт и нам чапать еще до машины вон туда далековато по грязюки шлепать шлепать ладно сегодня здесь уже были несколько камрадов с вами познакомились то есть сезон в этой деревне начался все идем домой итак ребят будем заканчивать свой видеокоп сегодня получилось не особо интересно тем что находок достаточно оказалось мало вот мы думали что будет продолжение адского шуфа который состоялся зимой видеосюжеты я вам прилагал самых интересных находок которые там были продолжили сегодня спустя сколько три а два месяца и в итоге у нас получилось не очень и очень несколько медных монет крестик сопутка и на этом все планы были шикарно на этой ноте я и буду заканчивать видеосюжетик сейчас я вам покажу находки но в целом все всем пока до новых встреч